Если вы проживаете в отеле Golden Sons, то здесь нужно учитывать одну определенную особенность. Продолжение следует... Отель Golden Sons. На входе вас встречают сотрудники, очень приветливые, внимательные, помогают вам принести багаж. Вот такая вот лаунж-зона. Там можно взять дополнительные экскурсии, арендовать автомобиль. Работают 4 лифта по карточке, вот под такой, работают очень хорошо, быстро. Есть зона ресепшена, на которой русскоговорящие сотрудники очень хорошо, внимательно обходятся с гостями на данном отеле. Всегда идут на встречу и хотят помочь. И вот такая небольшая зона ресторана. Места кажется мало, иногда приходите в пиковое время в 9 часов, бывает, что места не хватает. Ну, буквально одну минуту подождете и всегда идут на встречу. Встречают официанты, убирают грязную посуду быстро, вам наливают чай, кофе приносят. И вот такой вот столик покажу. То есть это детское что-то такое есть, сосиски, что-то еще. То есть все для салатика. Из фруктов дыни, арбузы, ананасы, сыры, йогурты, колбаса. Выпечка, хлеб, круассаны, масло. Различные есть джемы, нутеллы, абрикосы. Сухой завтрак. Напивки типа Юпи. Из еды есть каша. Есть добавки. Это что-то такое типа мяса. Макароны. Яичница. Это говядина какая-то тертая. Это сосиски с овощами. Яйца жареные. Еще подают по утрам блинчики. Сыр жареный. То есть может быть и не супер изобилие в еде, но достаточно очень разнообразное вкусно. То есть приходите, столовые приборы все чистые. Меняют, убирают столы быстро. Еще один очень важный момент. Если вы берете данный отель на завтраках, соответственно, наши соотечественники, да и мы в том числе хотим завтрак иногда вынести в целях перекусов для детей какие-нибудь различные бутербродики, курасанчики и так далее. Имейте в виду, что в зале стоят камеры в видеонаблюдении и мы являлись неоднократно ответственными. Как просто просят обратно выложить все из сумочки и оставить здесь. Так что если вы это делаете, делайте как-то очень осторожно, чтобы потом было просто не стрелка. мы выносим или выносили в тихо я. У нас получалось. Но в то же время мы видели, как у других все это проверяли и все выкладывали. Имейте в виду. Мы выходим из лифта и это будет обзор номера в отеле Golden Sons. Апартаменты с двумя спальнями. Итак, приходя сюда, вставляем карточку. И у нас есть такой тамбур. Сюда можно поставить, складывается вся обувь. У нас есть два туалета в данном номере. Первый с небольшой душевой кабиной, со всеми полотенцами, которые выполняют каждый день. Все мыльные принадлежности. Раковина чистая, сантехника чистая. Дальше мы с вами попадаем в большую гостиную с большим столом, рассчитанной на 6-8 человек. Дальше еще зонная гостиная с журнальным столиком с большим телевизором. Вот такой вот еще столик у нас есть, видно красивый. Дальше проходим. У нас есть большая полноценная отдельная кухня вместе с большим холодильником, который правда, честно скажу, гудит. Микроволновка. Есть все приборы, ножи, вилки, ложки, кастрюли, чайник, плита работает. Есть стиральная машинка, мусор убирают каждый день. Оставляете 1-2 доллара уборщикам. Они за вас еще и посуду помоют. Шкафчики пустые. Пыль, конечно, нету пыли. Нифига, нету пыли. Столовые, приборы все есть. То есть, места полно для длительного проживания. Отличный вариант. Даже у огнетушителя есть. Следующий у нас идет большая спальня родительская, в которой у нас есть еще один телевизор, также кондиционер в каждой комнате. У нас есть гладильная доска, утюг. В шкафу у нас есть плечики, у нас есть сейф. Момент какой, при заселении на стойке регистрации берите адаптеры, потому что наши российские розетки не подходят только через адаптер. Из номера открывается такой вот вид. Видно, там же немного залив, море. Это Сахара Мол. Если вам нужно уехать в сторону Дубая, то просто переходите в Сахара Мол и переходите через дорогу и на той стороне ловите такси. Подробнее об этом чуть позже. Здесь есть еще сейф. Вот так вот он интересно устроен. Как вы понимали. Следующая комната у нас идет детская. Две односпальных кровати также с телевизором с мусоркой со всеми принадлежностями. По поводу розетки уже сказал. Берите адаптеры, чтобы его хватало вам для зарядки телефонов. Вот такая вот еще одна ванная комната. Берите все чисто, аккуратно есть салфеточки. Пополняют моющие предметы может быть и нерегулярно, полотенце меняет регулярно, но с этим вопросом подходит к уборщику без проблем он вам дает любое количество. Вот. Дают вот такие вот фирменные шампуньки, гели Golden Санс написано. Сантехника чисто и аккуратно. Значит, то, что касается минусов, скажем так, или то, что бросается в глаза, или вопрос почему так дешево продается данный отель. Все очень просто. Если соизмерять соотношение цены и качества, это отличный вариант. Из особенностей то, что отель построен был уже достаточно давно, и соответственно мебель та, была тогда в тех годах еще, она была новой, современной. На сегодняшний день просто это не современный стиль. То есть немножко есть потертости, шероховатости. На плитке есть какие-то может быть такие небольшие сколы. Стены покрашены просто. Но они чистые, белые, аккуратные. То есть вот такие всякие моменты. Вот плитка. Например, на кухне плитка. новая, чистая. Столовые приборы чистые, белые все, без замечаний. Постельное белье вообще выше пахвал. Кровать очень мягкая, постельное белье белоснежное, чистое. Вот. Контейнеры работают исправно. Так что существенных замечаний нету. Единственное замечание это интерьер. интерьер, то есть мебель, именно мебель, она может быть не ультрасовременная. Есть пляжные полотенца, выдаются в любом количестве, пожалуйста, берете их на бассейне. Вот так вот. Так что рекомендуем данный отель смело. Его плюсом является то, что он находится на границе Шаджи и Дубая. То есть если вы хотите поехать на такси в Дубае, переходим на ту сторону, берем такси, сэкономим в 20 дирхам. Об этом чуть позже. Друзья, не забывайте подписываться на наш инстаграм Турагент63. Там мы публикуем все наши путешествия в режиме реального времени, а также мы являемся полноценным туристическим агентством и там же мы выкладываем все горячие предложения с вылетами из всех городов России во все страны. Еще хочу сказать, что есть номера стандарт и без кухонь поменьше, но в принципе интерьер весь абсолютно похож. В коридорах вот такой вот ковролин, достаточно тоже чистый, аккуратный. И заходим в лифт, едем. Лифт тоже чистый, аккуратный. Может быть вот это моменты интерьера не ультрасовременные материалы, но на момент постройки это отличный вариант, 100%. Если вы проживаете в отеле Golden Sons, то здесь нужно учитывать одну определенную особенность. Данный отель находится на границе двух Эмиратов. Эмират Шарджа и Эмират Дубая. Если вы хотите воспользоваться услугами такси в пределах Эмирата Шарджа, то просто выходите из отеля, протягиваете руку и спокойно едете. Но если вы хотите поехать на такси в Дубае, то вам нужно пересечь границу. Из-за пересечения данной границы вам придется заплатить 20 дирхам. Здесь есть одна очень простая хитрость. Напротив отеля находится торговый центр Сахара. Вот он. То есть вам нужно всего лишь вот по такому переходу перейти в торговый центр, зайти в него и есть при выходе из этого торгового центра есть выход прямо на стороне уже Дубая. И там вы можете взять такси, не переплачивая лишний раз 20 дирхам. Также возвращаясь обратно к отелю вы можете высадиться около этого торгового центра и 5 минут пройти потом еще до отеля. Опять же вы не будете переплачивать эти 20 дирхам. Сейчас я вам покажу где нужно ловить такси при выходе из торгового центра. И первым делом пошлите. Сейчас поднимаемся по надземному пешеходному переходу и заходим в торговый центр. Вот так вот выглядит отель Golden Sons. Бывшее название его Ромада. И вот мы перешли по надземному переходу и заходим в торговый центр. Заходим в торговый центр и поворачиваем направо и идем до конца вон туда. И там в самом углу будет выход. Еще в этом торговом центре если спуститься на минус первый этаж то мы увидим огромное количество пунктов обмена валюты то есть стоят банкоматы по снятию наличных единственное имеется ввиду везде берется комиссия а еще там есть супермаркет с продуктами но цены не дешевые вот так вот выглядят пункты обмена валют и сейчас мы поменяем для обмена валюты вам понадобится всего лишь один паспорт имейте ввиду за данную операцию обмена валют взимается комиссия разовая в размере трех дирхам поэтому намного выгоднее менять сразу сумму большую так вот выглядит выход из торгового центра на дубай сайс и мы выходим и вот здесь будьте внимательны один очень важный момент если при выходе из торгового центра вы поймаете вот здесь вот вот здесь вот такси и если вы собираетесь ехать на этом такси в Дубай то поверьте мне вы 100% заплатите еще 20 дирхам за пересечение границы между двумя эмиратами поэтому чтобы не переплачивать 20 дирхам мы всего лишь на все пройдем 50 метров вот туда видите куча 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 машин то есть нам нужно вот за вот этот забор вот за этот забор нам нужно перейти и заплатить и не будем переплачивать уже 20 дирхам также если вы возвращаетесь в отель Golden сан со стороны Дубая то таксисту нужно обязательно сказать торговый центр Сахара Сахара мол Дубай Сайс тогда вас высадят вот на этой стороне или здесь или с той стороны и вам останется всего лишь буквально 100 метров пройти и вот там вон вход будет все а мы с вами идем посмотреть бассейн я вам покажу где находится бассейн прямо если мы идем то мы выйдем с вами на парковку арендуете автомобиль кстати аренда автомобиля в данном отеле достаточно гуманная цель и можно не вернуть и не бегать не искать депозит всего лишь 1 тысячу пирхаб блокируется на карте в течение 3 недель заходим в лифт нажимаем на первый этаж на самом деле мы поедем с вами на пятый этаж про аренду автомобиля выбор автомобиля есть автомобили адекватные новые нужно обязательно вайти сельские права международные для аренды автомобиля депозит 1000 стоимость аренды в сутки где-то около 2,5 и выше автомобиля стоит сейчас поднимаемся в зону бассейна сейчас покажу у нас есть бассейн бассейн небольшой неглубокий где-то по грудь но этого достаточно есть такая маленькая зона для детей соответственно есть туалет с душем отдельно мужской отдельно женский и мы выходим на улицу вот такая небольшая зона для того чтобы позагорать с 12 до часу солнце заходит до здания то есть здесь становится полный тенек никакого солнца здесь вы не увидите пойдемте дальше здесь же берутся пляжные полотенца не нужно никакого ни залога ни депозита пожалуйста хоть 10 берите их и хоть каждый день меняйте есть еще баня отдельно есть баня женская отдельно мужская и там же есть небольшая небольшой спортзал туалет здесь сауна мужская спортзал достаточно такими новыми тоже современными тренажерами беговые дорожки велосипеды и универсальный станок все самое необходимое есть гантели тоже есть работает кондиционер еще есть такая небольшая детская комната конкретно про нее ничего сказать не могу для маленьких детишек то есть если вы пошли заниматься спортзал с маленьким ребенком в это время можно оставить его здесь помните еще несколько слов хочу сказать о данном отеле при заселении вам удается такой информационный лист в котором у нас написано завтрак у нас начинается с 6.30 до 11 но не рекомендуем приходить к окончанию завтрака потому что там уже ничего не останется с утра соответственно придете народу будет мало пик народу около 9 часов утра также можно потом докупить отдельно и обед и отдельно ужин стоит на человек около 800 рублей вот можно покупать продукты на при выходе из отеля прямо напротив находится у нас торговый центр сахара мол на минус первом этаже находится продовольственный супермаркет спинерс но цены там не дешевые и в противоположную сторону если от выхода в 5 минутах ходьбы есть супермаркет кэйфу цены там гораздо демократичнее супермаркет тоже очень большой буквально 5 минут найти этот супермаркет очень легко скачиваете приложение maps.me прокладываете маршрут работает она оффлайн скачиваете с плей маркет как пользоваться приложением у меня есть специально отдельное видео ссылка на данное видео будет в описании под этим видео вот еще очень важный момент от данный отель предлагает у нас трансфер на пляж три времени в 9.15 9.50 и 10.30 на первое время в 9.15 автобусы ходят народу как правило очень много поэтому если хотите уехать на первом автобусе приходите заранее немножко на 9.50 на 10.30 народу практически уже немного и места хватает еще есть обратно также с пляжа привозят автобус еще есть бесплатный трансфер до Дубай Мол ходит он в 11.00 в 15.00 и в 19.00 и возвращение из Дубая Мола в 16.00 и в 20.00 если вы хотите уехать на 15-часовом автобусе до Дубай Мола тоже выходите на рецепшн минут за 15 до 20 отправления автобуса там уже увидите народ к вам подходит люди или поспрашивайте у сотрудников где тут можно записаться записывайтесь чтобы гарантированно уехать на этом автобусе также можно на стойке рецепшн обменять валюту доллары на дирхамы евро на дирхамы Wi-Fi на территории всего отеля работает бесплатно достаточно стабильно достаточно быстро следующий момент то что касается экскурсий на момент съемки вот данного видео мы прилетели сюда туроператор Annex Tour экскурсии он предлагал по ценам очень 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 привлекательным честно скажу то есть можно не бегать не сравнивать с уличными агентствами цена будет точно такая же вот то есть можно комфортно ехать смело покупать хоть обзорную экскурсию хоть джип сафари и так далее хоть лего ленд и тому подобное смело покупайте у туроператоров не бегайте не сравните не тратите свое время по поводу пляжа хочу еще кое-что добавить помимо бесплатного трансфера на бесплатный пляж вы можете также съездить еще на парк и пляж Аль-Мамзар данный пляж находится на территории Дубая чтобы до него добраться очень легко выходим из отеля проходим насквозь Дубай Сахара Мол выходим со стороны Дубай Сайс при выходе из торгового центра вам нужно обязательно перейти на другую сторону дороги через заборчик вы видите есть отдельно доехать до туда стоит 20 дирхам оплатить можно хоть карты хоть наличными вот в данном парке есть вся инфраструктура туалеты души переодевалки с кондиционерами есть зоны отдыха для детей там можно пожарить барбекю навес зонтики очень много места на пляже все очень цивильно красиво цветочки и так далее можно сделать кучу классных фоток вот ну и в заключении подведем итоги нашего пребывания в данном отеле я хочу сказать что если вы не сильно привередливые именно к номерному фонду именно к мебели к ее состоянию то это отличный вариант соотношения цены и качества так например проживание для нашей семьи двое взрослых и двое детей 10 и 12 лет на 6 ночей с вылетом из Самары на завтраках стоило всего лишь 63 тысячи то есть это 16 тысяч рублей с человека это перелет проживание трансфер страховка это очень смешные деньги мы сюда прилетели на 8 марта отпраздновать на улице замечательная погода днем 30 градусов вечером ходишь в одной футболочке в сланцах очень комфортное времяпровождения если вы хотите заказать тур вы можете сделать это в нашем агентстве оставляйте свои заявки ссылки есть в описании под данным видео также мы можем предложить вам тур в любое направление напоминаю что за плечами нашей семьи уже более 30 стран где мы побывали поэтому с удовольствием поделимся с опытом опытом своим расскажем поможем подскажем обращайтесь а лучшие цены на туры вы найдете на нашем сайте турагент63.ру тут же вы можете оставить свою заявку на подбор тура написав свое имя и номер телефона и мы свяжемся с вами в ближайшее время и подберем для вас лучший вариант также вы можете написать нам на вайбер или ватсап по номеру телефона указанному внизу экрана спасибо всем кто поставил лайк всем кому понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить следующее видео и до встречи в следующих видео пока-пока пока 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 Продолжение следует...